Начать я хотел со следующего. У нас в рамках данного форума достаточно много сессий в своем названии содержат термин киберустойчивость. Четкого, однозначного определения на сегодняшний день не существует. Тем не менее, хотелось бы все-таки определить, о чем мы будем говорить, а для этого нужно определить сам термин хотя бы в рамках данной сессии. Из тех определений, которые я знаю, мне наиболее импонирует определение киберустойчивости. Это свойство процесса сохранять выполнение основных бизнес-функций в условиях неблагоприятных информационных воздействий. Это могут быть компьютерные атаки, это могут быть закладки, какие-то ошибки в программном обеспечении, мисконфигурации и так далее. И если вчера, например, на сессии безопасности СОТП шла речь о том, как сегодняшними средствами защитить систему, как обеспечить, скажем так, тот требуемый по закону уровень защиты, который сегодня установлен от известных угроз, то сегодня мы поговорим как раз о том, каким образом на жизненном цикле, который составляет 15-20 лет, все-таки обеспечивать киберустойчивость тех самых технологических решений и технологических систем, какими средствами этого можно добиться, потому что сказать, что мы сможем от чего-либо защитить все и всегда, конечно, абсолютно нереально. И первым я хотел бы предоставить слово директору центра НТИ МИИ Александру Волошину. Значит, сегодня очень много говорится о импортозамещении, цифровизации. Центр активно занимается архитектурами, как существующими, так и созданием архитектуры нового поколения цифровых терминалов релейной защиты, и вопрос их надежности и так называемой киберустойчивости, с моей точки зрения, в этой отрасли будет являться основополагающим для развития цифровизации электроэнергетики в целом. Александр, вам слово. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Хотел бы отметить, что сейчас мы стоим на пороге такого серьезного изменения архитектуры цифровых систем защиты автоматики. В электроэнергетике мы это видим, и тут можно отметить сразу несколько факторов. Первое, что можно отметить, это то, что сама архитектура меняется не потому, что это дань моды какая-то, а мы сталкиваемся с определенными проблемами, которые вызывают необходимость эту архитектуру менять. И к таким проблемам относятся, вот часто это упускается из виду, на самом деле, кадровый вопрос. У нас порядка несколько сотен тысяч энергообъектов, на каждом энергообъекте может находиться там от десяти до нескольких сотен микпроцессорных устройств, и обслуживать эту систему такую глобальную, огромную, ее становятся теми ресурсами трудовыми, которые у нас есть, невозможно. И являясь заведующим кафедрой, который готовит студентов, мы видим, что люди все меньше и меньше идут на инженерные специальности. И уже, по нашим прогнозам, в электроэнергетике, особенно в сложных цифровых системах защиты, всегда была нехватка кадров. И этот процесс, он будет только усугубляться. Поэтому вопросы удаленного мониторинга, удаленного управления цифровыми системами защиты автоматики, они обязательно будут решаться, и это изменение архитектуры. То есть мы вплоть до того, чтобы, должны дойти вплоть до того, что даже изменение прошивок устройственных процессорных нам нужно будет выполнять удаленно, потому что, условно говоря, как мы сейчас говорим, 10 человек в центре управления сетями должны уметь обслуживать более 100 энергообъектов. Только тогда мы сможем выйти на более-менее правильные результаты эксплуатации. Это приводит к необходимости создания новых архитектур. И второе, что мы сейчас видим, появление нового требования по киберустойчивости, его раньше не предъявлялось. То есть предполагалось, что у нас энергообъект, подстанция, электростанция, имеет воздушный созор, не имеет доступа к сетям общего пользования, и это нас от всего защищает. При том, что есть наладчики, есть эксплуатация, которые со своими ноутбуками, которые непонятно как вообще используются, приезжают на объект, подключаются в локальную учреждительную сеть. Вот это как бы всегда исключалось из рассмотрения, из обсуждения, хотя вот этот воздушный зазор от этого не спасает. Но теперь, когда мы имеем очень связанную систему, с центром управления сетями должны уметь управлять устройствами на таком глубоком уровне, вопрос киберустойчивости возник сам собой. И еще раз вот тоже поддержу Евгения, который дал такую формулировку. Действительно, системы защиты и автоматики, система АСУ-ТП, они должны обеспечивать устойчивое функционирование в процессе, когда на них идет компьютерная атака. Это накладывает существенные ограничения на технологии или требования к разработке самих технологий. Просто наложенными средствами теперь мы не можем обойтись. И вот даже на уровне архитектуры микропроцессорного устройства, на уровне архитектуры системы в целом, мы должны закладывать такие решения, которые, если уж не могут полностью купировать вот эти вот риски, то должны обеспечивать плавно управляемую деградацию для сохранения базовых функций в условиях кибератак. Как это сделать, еще методик решений еще не выработано. И вот это одно из направлений наших исследований. И к чему это приводит? Это приводит к тому, что обеспечение киберустойчивости, кибербезопасности становится сквозным процессом. То есть начиная от формулирования требований к устройству или к системе в целом, к разработке, исследованию, производству, проектированию, наладке и естественно эксплуатации, выводу эксплуатации. И вот сейчас важно, когда мы идем по этому пути, до перестроения, построения новых архитектур, мы должны и архитектуру вот этих вот процессов обеспечения киберустойчивости и кибербезопасности и тоже выстраивать одновременно. Сейчас все вот эти процессы, исследования, разработка, производство, проектирование, наладка и эксплуатация, они становятся также очень связанными друг с другом. Например, вот сейчас, особенно в электроэнергетике, применяется стандарт Мэкшн 850, где проектирование фактически, оно генерирует файлы конфигурации, которые загружаются в терминал. То есть это уже не просто PDF или какой-то DWG-шный файл, который мы используем, а это уже по сути псевдокод, который исполняется. И вот управление этими файлами конфигурации, начиная с сапров или даже еще начиная с описания возможностей микроцессорного устройства, которые импортируются в сапр и так далее, вот даже на уровне управления вот этими файлами у нас уже возможны разные сценарии атак. Поэтому вот сейчас мы находимся вот на таком вот пути, когда нужно выстраивать вот эту вот инфраструктуру. И инфраструктуру цифровую, инфраструктуру организационную, в том числе вот по изменению бизнес-процесса. Поэтому жизненный цикл, теперь у нас это не просто эксплуатация, которая это самый, можно сказать, длительный, самый сложный цикл, естественно. Но сейчас вот если мы неправильно, если эксплуатация, заказчики не будут погружаться детально во все остальные стадии жизненного цикла, то все ошибки, все проблемы, которые мы накопили с производства, с разработки, с проектирования, они все станут головной болью эксплуатации. Вот и поэтому здесь вот мы призываем коллег, чтобы они активнее участвовали в этих процессах, присоединялись к нашим рабочим группам. И вот я могу сказать, что те результаты, которые мы сейчас достигли, они на самом деле даже на мировом уровне являются такими новаторскими. Есть у нас несколько международных рекомендаций, которые мы выпустили по созданию таких вот новых инфраструктур. И то, о чем я говорю, это не просто слова. С коллегами мы уже реализовали несколько пилотных проектов, где вот такая вот архитектура была опробирована. Конечно, впереди еще большой путь, но вот мы видим, что все-таки реализовать этот подход возможно, и обеспечить киберустойчивость тоже возможно. Надо только с открытым забралом, так сказать, идти на эту проблему, ну и решать ее. Спасибо. Александр, спасибо. Есть вопросы? Может быть, в зале? Ну, у меня тогда вопрос, чисто на пояснение. Значит, вчера несколько раз упоминался процесс РБПО в рамках развития систем, в том числе и СУТП, и систем управления МЭС-систем. Вот хотелось бы понять, вот те этапы жизненного цикла, которые вы описывали, какую роль занимает РБПО, является ли применение этого процесса достаточным, либо все-таки существуют еще дополнительные какие-то отраслевые особенности? Да, безусловно, сейчас без внедрения процесса в безопасной разработке удовлетворить требования именно киберустойчивости, то есть делать так, чтобы контроллер или там SCADA-система, или система в целом могла сопротивляться, скажем так, препятствовать развитию компьютерной атаки, ну, практически невозможно. То есть вот просто наложенных средств недостаточно, но мы видим на примере электроэнергетики, что как только мы внедряем какой-то механизм защиты в устройство, защиты автоматики, у нас страдают нефункциональные свойства, то есть быстродействие может пострадать. У нас есть базовые свойства чувствительности, селективности, которые от быстродействия тоже очень сильно зависят. И вот у нас технологические процессы электрические очень быстрые, то есть задержки в передаче данных порядка 1-2-3 миллисекунд – это максимум, что задержка уже на 10 миллисекунд на больших сложных энергообъектах может приводить уже к системным авариям. То есть если мы задерживаем отключение выключателя при коротком замыкании на высоких уровнях напряжения, это уже влияет. Поэтому мы вот в этот процесс РБПО, который мы сейчас выстраиваем, в этот pipeline, мы обязательно включаем тесты, прикладные тесты, функциональные тесты, которые сразу нам будут показывать, что не только у нас с точки зрения статического анализа, динамического анализа или анализ зависимости различных, что у нас все в порядке, но что и у нас основные свойства по управлению, по защите технологического процесса тоже не страдают. Потому что даже когда мы на уровне операционной системы внедряем какие-то средства защиты информации, как это повлияет в дальнейшем на выполнение прикладного функционала, просто умозрительно невозможно определить. Поэтому это обязательно нужно встраивать в процесс РБПО. И в этом мы видим специфику РБПО для отраслей, что нужно вот такие вот уникальные вещи для каждой отрасли встраивать вот в этот вот процесс pipeline. Спасибо, Александр. Ровно две недели назад, 15 февраля этого года, произошло, ну, можно сказать, даже в какой-то мере историческое событие. Был подписан приказ о выходе нового национального стандарта ГОСТР-71252, криптографическая защита информации, протокол защищенного обмена для индустриальных систем. Это первый национальный стандарт, определяющий специализированный протокол, упрощенный, ну, условно говоря, специально учитывающий индустриальные особенности передачи информации. Мы достаточно долго к этому шли. Изначально была рекомендация ГОСТандарта, а потом, вот сейчас, в этом году это преобразовалось в национальный стандарт. Хотелось бы обсудить, почему возникла вообще необходимость специализированных криптографических протоколов и повлияет ли специализированный протокол на сохранение, как это повлияет на сохранение функциональных особенностей и функциональных характеристик тех протоколов промышленных, которые сегодня используются в индустрии, в том числе и в электроэнергетике. Ну, вопрос, соответственно, Александру Бондаренко. Да, добрый день, коллеги. Ну, я сегодня буду здесь говорить немножко о других аспектах кибербезопасности, не о компьютерных атаках, а именно о криптографии, как одним из аспектов обеспечения информационной безопасности. Да, криптография, она у нее очень ограниченный, в некотором смысле, функционал, то есть она может обеспечивать конфиденциальность, целостность и аутентичность информации. Но зачастую этих свойств хватает для того, чтобы обеспечить достоверную передачу информации и таким образом избежать не всех, но некоторых кибератак. В сторону криптографии вообще тематика, связанная с электроэнергетикой, она развивалась поступательно, да, то есть обратимся к истории, да, все помнят тех людей, которые выходили по подъездам и снимали показания счетчиков, да. После этого, наверное, процессы информатизации, они включились в электроэнергетическую отрасль, да, счетчики стали все умнее и умнее, они начали, сначала они начали обладать какими-то там цифровыми экранами, да, потом научились передавать эту информацию, аккумулировать и передавать эту информацию. И сразу же возникли задачи, как только у счетчиков появился какой-то канал, да, отсутствие вот этого воздушного зазора, про который в том числе и говорил Александр, эти элементы стали интересны хакерам, не знаю, преступникам, да, то есть нарушителям, неким нарушителям. И опираясь там на мировой опыт, мы видим то, что как только у счетчиков появились каналы связи, практически сразу же туда начала интегрироваться криптография. В Российской Федерации это направление было старт, скажем так, вот этим умным счетчиком, умной электроэнергетики был дан, ну, по моей памяти, в 2020 году, 890-м постановлением правительства об определении требований к таким интеллектуальным системам учета. И там аспект необходимости их защиты, конечно же, тоже рассматривался. По линии стандартизации, да, то есть здесь стандартизация, она не является каким-то специфическим инструментом, она является инструментом, который позволяет более чем одному участнику рынка, да, опубликовать и довести те решения, которые он имеет. и таким образом у заказчика, у потребителя сформировать позиции немонопольного участия, демонополизации рынка. И на самом деле решений по различным протоколам, в том числе в части электроэнергетики, их больше, чем одно решение, которое озвучил Евгений. Есть протоколы, связанные с ДЛМС, Лора-Ван, недавно тоже стал национальным стандартом Российской Федерации, НБФА протокол, то есть их много. Но они все разные, они имеют разный функционал, в первую очередь это связано с той физикой, которая используется для передачи информации, скажем так, с теми каналами, которые могут использоваться для передачи этой информации. Но надо отметить то, что подходов было много, и вот тот протокол, который буквально там две недели стал национальным стандартом, это наверное единственное решение, которое разрабатывалось на площадке профильного технического комитета 26-го, криптографическая защита информации. Потому что все остальные протоколы они разрабатывались в других технических комитетах, и конечно же там оценка безопасности ну скажем так не на том уровне проводилась. Вот, вот это то решение, которое ну на мой взгляд с точки зрения безопасности, обладает очень высокими свойствами. С точки зрения его функциональных свойств, он на самом деле как бы я общался с разработчиками этого решения, то есть конечно же он ориентирован на достаточно скажем так узкие каналы связи, то есть минимальные задержки, но в принципе он не ограничивается электроэнергетически, может не ограничиваться, его применение может не ограничиваться, только электроэнергетикой, то есть это различные другие решения, изначально он все-таки даже можно так сказать м-то-м протокол, то есть машина-то-машина протокол, вот, поэтому вот эти вот решения, которые делаются для электроэнергетики, в том числе там на базе этих протоколов, они конечно очень важны для обеспечения устойчивости и достоверности тех данных, которыми обмениваются внутри тех информационных систем, в том числе электроэнергетики. Спасибо, Александр. Есть вопросы, коллеги? Пока нет. Немножко, буквально короткий комментарий по поводу приведенных примеров. Лор-1 NBIT это протоколы серии LP-1, которые просто были гармонизированы с точки зрения законодательства российского, и они в общем-то носят выраженный прикладной характер, определяют формат пакетов сбора по радиосвязи для распределенных сетей. Просто пример по протоколу, по национальному стандарту, о котором я говорил ранее. Где-то полгода назад на совещании в Минэнерго были приведены цифры. Опять-таки это не мои цифры, я их не проверял, но по факту, что в рамках как раз по проекту ИСУИ, в рамках испытаний счетчиков, в которых была внесена возможность установки классической ЦП к передаваемым данным, трафик коммуникационный вырос в шесть раз. То есть за счет того, что overhead, если использовать стандартные следствия криптографии, overhead существенно растет. В случае с специализированным криптографическим протоколом доиндустриальных систем, как раз одна из задач была при его разработке, это снизить тот самый overhead и обеспечить минимальную загрузку каналов. То есть просто чтобы было понимание. Да, 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 все верно. На самом деле вот вчера говорили очень много про отраслевое, про отраслевую, про отраслевой кибербез, и я с одной стороны как бы согласен, что он имеет очень важное наслоение, ну, то есть нельзя защищать информацию, не понимая, что там, какая инфраструктура есть. Да, с другой стороны, ну, синус, он и везде синус, и не может быть больше единицы. Вот, поэтому вот те решения, которые, да, вы совершенно справедливо отметили, то есть большинство тех решений, которые делаются не для индустриальных систем, они, конечно, они для других функциональных возможностей, да, то есть если мы работаем с ноутбука, да, то есть у нас хороший Wi-Fi-сигнал, интернет, у нас есть ТЛС, реализованный в ИСКЗы, и там понятное дело, что там overhead, он вообще зашкаливает, и, ну, все привыкли, да, и большинство ИСКЗы, они именно для таких применений, вот здесь конечно же идет разговор про специализированные ИСКЗы, специализированную отрасль применения, да, то есть для того, чтобы в первую очередь, вот как Александр отмечал, минимизировать задержки, да, это очень важно как бы для вот таких вот очень сложных и, не дай бог, взрывоопасных объектов. Спасибо, Александр. Следующий вопрос, который хотел бы сегодня затронуть, много и вчера говорилось, и сегодня уже упоминалось про развитие цифровизации, цифровых решений. Хотелось бы услышать, каким образом в рамках развития цифровых систем могут помочь или чем могут быть полезны так называемые встраиваемые ИСКЗи. Что это дает, чем это отличается от наложенных средств? Алексей Власенко, слово вам. Да, спасибо, Евгений. Ну, несколько слов, зачем нужны в принципе встраиваемые ИСКЗи, почему нельзя обойтись наложенными средствами, отчасти аспектов, почему нельзя использовать только наложенные средства, тут Александр уже рассказывал, но все мы знаем, что вот есть классическая СУТП с иерархической структурой, там в принципе вообще-то многие задачи решаются как раз именно наложенными средствами, но сейчас развитие промышленных систем идет в сторону промышленного интернета вещей и здесь такое понятие важное, как периметр информационной системы, оно размывается и даже исчезает полностью или схлопывается до размеров конечного устройства и в таких условиях решать задачи с помощью наложенных средств становится либо сложно, либо почти невозможно, мы не можем представить каждому Айот-устройство по шлюзу безопасности, это просто нецелесообразно и здесь как раз возникает задачи для встраиваемых средств защиты информации, в первую очередь криптографических средств и мы в Инфотексе уже достаточно давно занимаемся этими вопросами, вопросами защиты промышленных систем и разработали даже не один продукт, а целый комплекс продуктов объединенных в общее решение, оно называется ВИПНЭТ-СИЕС и продукты входящие в него предназначены для встраивания от минимальных Айот-устройств это криптографический чип до базовых станций LP1-сетей и так далее и серверов в том числе и хотелось бы отметить, что решение использует стандартные стандартизованные протоколы защиты, в частности протокол КРИС, по которому сегодня упоминали и это позволяет достаточно гибко строить систему защиты. Само устройство уже со встроенным СКЗИ может решать самостоятельно многие задачи информационной безопасности. Это касается не только защиты данных, которые передаются между устройствами, а в промышленных системах это тоже такая непростая задача, потому что протоколы разные бывают, промышленные протоколы, в них не всегда можно использовать поднять ТЛС-канал для его защиты. Здесь как раз используются встраиваемые СКЗИ такие протоколы как КРИС для того, чтобы защитить передаваемые данные. Плюс к этому используя криптографию на борту устройства, оно само может решать такие задачи, как например аутентификация пользователя с помощью криптографических средств. Например доверенное обновление, доверенное загрузка или доверенное конфигурирование устройств. Эти задачи наверное невозможно решить с помощью наложенных средств. Хотелось бы также еще отметить, что наше решение, о котором я упомянул ипнет-СС, оно по сути является открытым решением и любой, кто реализует в соответствии со стандартом протокол КРИСП и подключится к нашей системе управления может работать в том числе навстречу нашим устройствам. И что важно в решении недостаточно разработать только из КЗИ, которые будут встраиваться в ваше устройство. Нужно решить еще кучу задач по распределению ключевой информации, по управлению этими ключами, по управлению самими из КЗИ. И вот это все уже в нашем решении есть, все заложено, и любой, кто разрабатывает из КЗИ, вполне может ориентироваться на эти стандарты, которые теперь являются национальными, и в том числе работать и с нашей по сути открытой платформой. Спасибо, Евгений. Коллеги, вопросы есть? Пока нет. Ну, хорошо, я просто, там, вопрос, комментарий. Первое, хотелось бы более подробно понять, вот смотрите, вот Александр Мандаленко, предыдущий докладчик, он упоминал, что вопросы работы с криптографией вообще в Российской Федерации, они достаточно жестко регламентированы. И вот разработчику средств ОСУТП цифровых терминалов управляющих, в принципе, зачастую они никогда этой области не касались, это не касалось их прямых функциональных обязанностей. Вот встраиваемый СКЗИ как готовый продукт, что в этом плане он может дать разработчикам? Разработчикам в смысле конечных устройств, зачем? Конечно, прикладных функциональных устройств. Разумеется, гораздо удобнее и проще работать с законченными СКЗИ, не с какими-то криптографическими примитивами и библиотеками, а когда у вас есть уже готовый СКЗИ, который обладает определенным интерфейсом, программным, аппаратным и реализует все необходимые функции, потому что СКЗИ это не просто зашифровал или расшифровал данные в соответствии с ГОСТом, который опубликован, это еще множество задач по хранению ключевой информации и прочее. И вот использование уже готовых СКЗИ значительно упрощает жизнь разработчикам конечных устройств, которые могут использовать их по сути в своих устройствах. Встраивать их и гораздо проще проходить им различные процедуры проверки, которые необходимо выполнить в соответствии с требованиями регулятора, чем самим что-то изобретать и что-то разрабатывать. Говоря коротко, важно, чтобы сапоги тащил сапожник, а пироги каждый занимался чем-то своим. Разумеется, конечно, есть специалисты в области разработки терминалов защиты, например, есть специалисты, кто разрабатывает средства защиты информации. Спасибо, Алексей. Следующая тема, которой хотелось бы коснуться. Вчера была целая отдельная сессия, связанная с подготовкой кадров, где говорилось, что есть очень существенные проблемы с точки зрения формирования человеческих ресурсов, особенно в текущей ситуации при серьезно возросших требованиях как в бизнесе, так и в госуправлении. В этом году, буквально в марте, будет уже пять лет с момента выхода на российский рынок киберполигона Ampire. Продукт уже дошел до определенного уровня злелости. Хотелось бы задать вопрос Александру Пушкину. На сегодняшний день как вы видите текущий уровень развития продукта, какие наиболее перспективные направления его развития и каким образом киберполигоны, как конкретные, так и в целом могут встроиться в систему оценки киберустойчивости различных инфраструктур. Спасибо. Спасибо, Евгений, за вопрос. Ну, не хотел бы говорить только о нашем решении. В принципе, хочу затронуть тематику киберполигонов. Она достаточно уже, скажем так, на рынке устоялась, и уже этот термин фигурирует и на нашей конференции уже не первый год. В общем-то, многие специалисты, я в том числе тоже считаю, что киберполигоны это ну, понятный осязаемый ответ для подготовки специалистов по информационной безопасности. Именно, что практика ориентированной, где можно на компьютерной атаке посмотреть, в общем-то, со всех сторон. И с позиции нарушителя, как он действует, какие инструменты использует, как считает, что его атака успешна, неуспешна, как со стороны специалистов мониторинга событий в IT-сегменте событий информационной безопасности, для того, чтобы понять, что вот эта незначительная цепочка, скажем так, вещей, которая подошла в инфраструктуре, это признаки то или иного поведения именно нарушителей. И, конечно же, киберполигоны это площадка для повышения крайне важного навыка, это навыка реагирования. В принципе, у нас сейчас уровень средств защиты информации, которые позволяют работать с событиями информационной безопасности, достаточно хорошо развит. В интерфейсе смотреть могут многие, и, в общем-то, на графике определять, что вот здесь что-то плохое происходит, и можно начинать что-то делать, это инструменты позволяют. Но вот производить оперативное расследование тех, скажем, артефактов, которые нарушитель оставил за собой, и быстро внедрять изменения в систему для того, чтобы она как раз устояла в результате вот этой компьютерной атаки или ряда компьютерных атак, этих навыков, к сожалению, ну, скажем, не хватает. А их отрабатывать можно, в принципе, на таком классе решений, как киберполигоны. Что касается нашего подхода, нашего развития вот в этой сфере, да, мы прошли тот путь, когда занимались только, ну, там, скажем, сетями общего пользования, то есть то, что касается большинства, наверное, компаний, где есть IT, да, пользовательский компьютер, какой-то внутренний ЦО, там, внешний периметр, и сейчас достаточно много усилий прикладываем в отраслевые специфики, потому что даже в профильных вузах, где готовятся специалисты по информационной безопасности в эти отрасли, у них полноценных, скажем так, макетов, да, или можно даже сказать цифровых двойников каких-то, скажем так, ну, более-менее крупных сегментов, их нет, вот, или нам их не показывают, ну, я думаю, что, конечно, их нету, и, соответственно, люди, которые там готовятся, они до прихода на предприятие, они вот эти протоколы специфические, определенные процессы, которые там происходят, они видят только в книжках, которые написаны были уже, ну, не в текущий год, поэтому, чтобы люди хотя бы знали название протоколов, а лучше его пощупали, посмотрели, как это выглядит там в определенных анализаторах, вот мы делаем как раз, ну, назовем это, да, цифровые двойники, там, каких-то определенных типовых отраслевых элементов и в телекоме, и в электроэнергетике для того, чтобы дать вот эту площадку для, во-первых, исследования параметров защищенности вот этой инфраструктуры, для того, чтобы можно было отследить специфические события, которые, ну, вот, скажем, там, типовые сенсоры их не видят, да, это за счет специфики трафика, который там происходит в результате сетевого обмена, и, конечно же, дать, ну, может быть, не готовые рекомендации в реагировании, но хотя бы дать площадку для экспериментов, ну, потому что реагировать на живой инфраструктуре, экспериментируя, ну, это такое себе занятие, не каждый вас туда пустит, наверное, даже единицы, кто позволит что-то такое делать, на реальных объектах, а вот на полигонах, да, пожалуйста, ну, это как раз те вещи, где можно экспериментировать, не боясь, что, скажем так, реальная инфраструктура может пострадать из-за этого, поэтому, вот, практика, революционный подход через киберполигоны, он уже дает свои плоды, потому что есть уже несколько выпусков студентов, которые уже придя на предприятие знают, что такое сенсор, что такое, как с ним работать, знают определенные особенности вот этих взаимодействий, куда они пришли, и именно порог вхождения, он существенно снижается, чтобы человек давал определенные уже результаты не через полгода, через год, когда пришел, а через уже гораздо, скажем так, меньшие промежутки времени. Спасибо. Александр, спасибо. Есть вопросы? А, да, пожалуйста. Уважаемые коллеги, доброе утро. Ну, вот это очень хорошо, конечно, киберполигон там, а не кажется ли вам, что на этот вопрос можно посмотреть совсем с другой стороны, что это обучение хакингу? Ведь посмотрите, стрельбище, например, аналог, это же имитация боя на самом деле, однако же вы там автоматик-то вряд ли получите, а если получите, то под таким контролем и присмотром, что ой-ой-ой, ну уж не говоря про пушечку, и в танк вас не посадят. Ну, или, например, хороший аналог, это взломка замков. Ну, сколько там этих инструкций в интернете, вот возьмем замочек, так сделаем, кто-нибудь когда-нибудь пытался вот по такой инструкции замочек свой открыть? Вот мне однажды пришлось, ну, конечно, я его открыл, полностью высверлив, чего там, конечно, тоже не предполагалось, и это правильно, на мой взгляд. Так вот, а все-таки, а как это самое, вот с этими киберполигонами, понимаете, что же мы, хакеров учим? Спасибо за вопрос. Значит, площадки для обучения специалистов, ну, как это называется, активной информационной безопасности, а проще тех, кто ищет уязвимости, проводит пин-тесты и тех же хакеров, они существовали, появились гораздо раньше, чем сами киберполигоны. Это и онлайн площадки, где просто зарегистрировался и тебе вот инфраструктура, пожалуйста, ищи дырки в клаге, захватывая определенные сегменты. А вот история киберполигонов, это как раз инструмент для того, чтобы как-то специалистов по безопасности поставить в более равные условия с теми, кто уже обучился на тех площадках, потому что здесь встроены как раз средства защиты, с которыми надо научиться работать, понять их особенности, где у них есть какие ограничения. И, конечно же, вот тот вопрос реагирования, то есть быстрое внесение изменений в информационную систему, чтобы она дальше работала, но уже была не эксплуатирована. Конечно, вывернуть эту ситуацию для того, чтобы, а, мы сейчас изучим сенсоры, поймем, как нас блокируют уязвимости, и тогда будем еще сильнее обходить эти системы, ну, конечно, можно, но, в общем-то, безопасность, она вот эта вот медалька с двумя сторонами, и понимание, как нападающий работает, ну, и как система защиты. Киберполикон, это для безопасников. Нет, ну, конечно, так сказать, преступник, который вышел из рядов, не дай бог, правоохранительных органов, это на порядок более опасно, чем просто, вот так сказать, хулиган. Ну, вот, может быть, вот это как раз это. Я к чему? К тому, что есть ли какие-то правила, или, что ли, неписанные кодексы формирования киберполигонов, чтобы, так сказать, не было, вот не было, чтобы того. Плохого. Саша, давай предоставим слово Ивану Минаеву. Добрый день, коллеги. Евгений, спасибо, что пригласили на секцию. Я сначала не понимал, для чего я здесь, но теперь понял. Вот, коллеги, спасибо, Александр Павлович, за остроту, приданную, как раз, вы немножко предварили мою небольшую речь. Давайте начнем, наверное, с более широких вопросов. У нас секция называется киберустойчивость цифровых решений, и, наверное, мы все здесь далеки от того, чтобы говорить о том, что, ну, даже вот Александр Бондаренко, когда выступал, он сразу и сказал, да, что как бы криптография решает ряд вопросов, но не все, естественно, для обеспечения вот этой киберустойчивости. Значит, здесь основной вопрос, конечно, это защита транспортных сетей, да, вот у нас вот здесь, пока вот этот вопрос не прозвучал, да, в явном виде, вместе с тем этот вопрос стоит остро, если вы знаете, если вы следите за новостями, то Минцифры по поручению президента в настоящее время начало разработку проекта федерального закона об интегрированной сети связи для нужд обороны, нужд правопорядка, там и так далее, да, и безопасности государства. Несмотря на то, что, ну, буду называть ее ЭСС, уже устоявшаяся аббревиатура, значит, несмотря, что УСС изначально предполагалось именно для таких ограниченных нужд, да, так сказать, но и то это достаточно амбициозная задача, безусловно. Несмотря на это, значит, случилось у нас два года назад СВО, да, и стало понятно, на самом деле, что, конечно, применение данной сети, оно, конечно, намного шире и востребовано, вообще говоря, не только для нужд обеспечения безопасности государства, правопорядка и обороны, но и в том числе для нужд, например, как раз вот тех самых, да, понятно, что там ИСС, наверное, не сможет по своим характеристикам вытянуть от каждого датчика, условно, от каждого пользователя, но неважно, это и не требуется, наверное, на данном этапе, но как минимум для, например, обеспечения функционирования удаленного управления объектов КИИ, там, первой категории, если таковые вообще будут, да, есть мы сейчас, я немножечко сейчас, так сказать, фантазирую, да, то вот эта самая, значит, сеть связи, она вполне себе там жесточайшие совершенно требования по собственной безопасности, но по обеспечению безопасности, вот, поэтому это вот то, что раз, я хотел сказать, что касается киберполигонов, здесь, значит, отвечая на вопрос Сан Палыча, вопрос на законодательном уровне не урегулирован в настоящее время у нас, но есть еще один проект закона, в государственной системе обнаружения, предупреждения, ликвидации последствий компьютерных атак. Он еще пока на широких, так сказать, площадках, на больших не анонсирован, вот, но после, там, возможно, после 17 марта это будет сделано, и мы считаем, что такая деятельность, как вот тренинг, там, вот этих белых хакеров, как, значит, мы, НКЦКИ, я имею ввиду, работа киберполигонов, это неотъемлемая часть, собственно, нашей этой системы, да, перспективный мониторинг является одним из центров Госсопка, вот, в настоящее время, значит, готовятся требования по аккредитации этих центров, что касается, я могу объяснить, почему мы, да, считаем эту деятельность неотъемлемой, имманентной, да, частью Госсопка, объясню, почему, те самые цифровые двойники, да, это, на самом деле, очень интересная вещь, на самом деле, между нами, говоря, боевая, там, объект Кии, там, первой категории, там, совокупное, совокупное сведение по отрасли, например, да, это составляет, вообще-то, Грего Стайна, так-то, ну, и, значит, сведения по защищенности, да, и, вообще говоря, в некоторых случаях и сведения о самой этой системе, значит, но, парадоксально, да, то есть, получается, мы делаем цифрового двойника этой системы, и в каком режиме, ну, грубо говоря, защищается этот цифровой двойник, но вопрос очень большой, но очень сильный вопрос, да, то есть, он стоит в компьютерном классе, условно, и дальше вопрос техники, его оттуда, грубо говоря, этот образ снять, вот, ну, именно поэтому, безусловно, это, я просто привел, как один из примеров, действительно, ну, есть вопросы, да, вот к тому, как это сейчас делается, к тому, как это, на самом деле, по-хорошему должно делаться, я вчера уже говорил о том, что, на самом деле, когда мы что-то, я, у меня нет вопросов к киберполигону, как к инструменту повышения компьютерной грамотности, это все правильно, мы сами, перед нами стоит задача, также коллеги об этом знают, национальный киберполигон, ну, в национальных, так сказать, масштабах развернуть, вот, но, конечно, это надо делать правильно, безусловно, с учетом, там, извините, уж за такое слово, контрразведывательных всех мер, обеспечения, именно потому, что, опять же, я вчера говорил, да, что мы где-то закрываем дверку, где-то открывается окошко, да, и так далее, и как бы, ну, спецслужб противника, не надо думать, что это вот просто, мы здесь сейчас сидим, да, нам здесь уютно, тепло, так сказать, хорошо, прекрасная погода, вот, но при этом, вот, в настоящее время, там, пару-тройка новых, там, тактик, да, компьютерных атак, вот мы сейчас беседуем, да, они появились, вот, поэтому, безусловно, надо немножечко заглядывать вперед, да, безусловно, мы это видим, мы это анализируем, еще раз, Александр Павлович, спасибо большое за острый вопрос, надеюсь, вот, в какой-то мере я ответил, если бы, было в итоге полезен на этой сцене. Иван, спасибо, ну, вот, на самом деле, очень удачно получилось, вы осветили этот вопрос с точки зрения законодательства, а я попробую, значит, дать некую, там, ну, не альтернативную, скажем, дополняющую точку зрения, именно с точки зрения вопросов киберустойчивости, с чего мы, собственно, начали, просто для сведения, я не знаю, вы помните, нет, по-моему, в 19-м или в 20-м году специализированный, значит, журнал по информационной безопасности проводил опрос директоров по IT и директоров по инфобезу, крупнейших российских корпораций, с точки зрения, каких угроз они опасаются больше всего. Значит, 70% на первое место поставили не хакерские атаки или там проникновения, а поставили уволившихся администраторов собственных сетей. То есть, на самом деле, никакие киберполигоны, никакие инструменты не могут отменить вопросы, связанные с социальной инженерией, вопросы, связанные с работой с персоналом и так далее. Теперь по поводу, все-таки возвращаясь, нужны, не нужны киберполигоны. Если посмотреть литроспективно, как вообще строились атаки, ну, опять-таки, описаны известные атаки, которые на сегодняшний день были успешными с точки зрения критической инфраструктуры в мире, обычно, ну, первые атаки там, они требовали инкубационного периода порядка трех лет. Значит, зачем вообще это время нужно? Для того, чтобы нанести ущерб серьезной инфраструктуре, где очень много резервирования, где есть очень много специализированных, технологических решений, которые обеспечивают защиту, необходимо иметь достаточно полную информацию об его атакуемой инфраструктуре и методах, каким образом она защищается для того, чтобы внести туда какие-то, значит, изменения. Один из последних звоночков, по-моему, в 2018 году, впервые был применен так называемый вирус индустроер, где уже за счет искусственного интеллекта вот это время было сокращено, по-моему, до трех-четырех месяцев, когда с помощью технологии, значит, машин-леунинга просто быстрее гораздо была получена инфраструктура, ну, скажем так, она относительно несложная, там даже систем управления не было, там была просто телемеханика, с телеуправлением, значит, реализовано. Но тем не менее, то есть, если мы говорим о периоде эксплуатации любых решений, 15-20 лет технологических, то мы предполагаем изначально, что рано или поздно кто-то попытается получить данные по этой инфраструктуре и даже теоретически их может получить. Я сейчас не говорю это в правовом плане, я говорю с точки зрения доступа или возможных утечек информации и так далее. И первое, значит, система на разных уровнях, а, должна быть к этому готова, для этого нужно серьезно заниматься исследованием, вот то, чем сейчас мы, собственно, взаимодействие с Московским энергетическим университетом пытаемся реализовывать, это корреляция информационных воздействий и физических последствий. Вообще, какие могут быть? Это, на самом деле, исследовательская работа. Она, да, в какой-то мере, как бы, это похоже на хакинг, но когда разработчик сам понимает, скажем так, те методы, которыми его система хотя бы теоретически может быть атакована, опять-таки, не методы, неправильно говорю, какие изменения в информационной инфраструктуре могут привести к проблемам в работе физического оборудования, то, соответственно, он может установить дополнительные уровни защиты и обеспечить их защиту. А с точки зрения, как бы, хранения информации, да, но, значит, то решение, о котором мы сегодня говорим, это коробочное решение, которое устанавливается на стороне заказчика. Понятно, что вузах это, значит, некие типовые инфраструктуры, которые в какой-то мере коррелируют с тем, чем потом студенты или там люди, которые повышают квалификацию, столкнутся на своих объектах. А корпорации, уже сегодня первые корпорации начали задумываться над этим вопросом, это, безусловно, абсолютно как бы режимная история, внутренний дата-центр, люди, которые имеют к этому допуск, но, соответственно, это никуда за рамки этой компании не выходит. Ну, а если там произойдет утечка через сотрудников, но это немножко другие методы, к киберполигону прямого отношения это не имеет. Ну, вот как-то вот дополняя картинку. Или есть вопросы вам? Ну, конечно, есть вопросы, потому что, знаете, это в теории, да, теория с практикой не должна расходиться, но на практике... Поэтому, конечно, все равно мы считаем, что госрегулирование, в том числе использование полигонов, нужно. Возможно, там оно какое-то не такое страшное, там должно быть, да, там совсем императивное и, так сказать, расстрельное, безусловно, но, безусловно, еще раз, мы считаем, что это в орбите интересов госсопка, да, и на КСКИ в любом случае пристально следить за этим. То есть, вот на самом деле очень верный тезис был о том, что очень... Мне понравился, я его запомню, буду использовать. Вот уволившиеся сисадмины, на самом деле это ровно такие же белые хакеры, да, по сути-то. Ну, суть ровно одна и та же. Я объясню. Вот он белый, а вот ему х10 предложить, он белым останется, там серым станет или каким-то там розовым, голубым, неважно, черным. Вот. То же самое с сисадмином, да, вот с уволившимся. Или не с уволившимся еще, да, то есть, пожалуйста, значит, ну, то есть, это подходы, на самом деле, ну, вербовочные, чего уж там говорить, да, и к одним, и к другим, поэтому здесь, еще раз, госрегулирование с точки зрения, ну, в той парадигме, да, в которой, ну, надо осознавать, мы сейчас живем, да, это Россия с небольшим кругом единомышленников, совершенно небольшим, так между нами-то, вот, и против всего мира в 22-м году, мы это знаем, это уже никакой не секрет, да, Россия была объявлена официальным полигоном, вот мы сейчас все, вся наша инфраструктура, это официальный полигон для тренировок, значит, вплоть до университета Осло, там, да, ну, просто, грубо говоря, пожалуйста, ребят, вот теперь это легальная цель, тренируйтесь, да, пожалуйста, ну, то есть, вот в этой парадигме надо понимать, в какое время, да, в какой ситуации мы живем, и говорить, да нет, ничего не случится, все нормально, но я считаю, что это неприемлемо. Возможно, здесь немножко недопонимание, я имел в виду, дополнить, не то, что я против госрегулирования, наоборот, я хотел дополнить с точки зрения отраслевой специфики, а в части госрегулирования, например, мне лично, нам очень понравился, в 20-м году был выпущен приказ Минтранспорта по поводу высокоавтоматизированных транспортных средств, так называемый ВАЦ, беспилотный, высокоавтоматизированный с водителем, вот, и там было сделано, на мой взгляд, две прорывные вещи. Первое, в приказе было сформировано видение специалистов, которые нужны будут для обслуживания вот этих, как бы, высокоавтоматизированных транспортных средств. Просто, если вчера вы, да, вы участвовали в сессии по кадрам, была, да, вот, если посмотреть те списки специальностей, которые сегодня там вводятся, с моей точки зрения, это все-таки больше там константация факта или вчерашнего дня, а никто не смотрит в будущее, все-таки какие специалисты нужны будут при нормальном цифровом развитии государства, в том числе и в области инфобеза. И второй важный аспект в этом приказе, который, ну, я столкнулся впервые, может быть, где-то он раньше бывал, значит, это то, что помимо стандартного технического свидетельства о свидетельствовании транспортного средства проводить тестирование модели, инфраструктуры на виртуальных как бы моделях работоспособности автоматизированной инфраструктуры данного транспортного средства. То есть ВАЦ превращается на самом деле в набор систем, которые управляются компьютером, ну, фактически на колесах, это некий цот маленький, который ездит, да, там ни слова не было еще про информационную безопасность, это все касалось чисто вот информационного взаимодействия, но это уже очень близко к тому, чем мы сейчас занимаемся с МАИ, когда пытаемся еще на этапе проектирования и ввода в эксплуатацию в систему посмотреть, собственно, какие взаимодействия могут быть нарушены, как вот обеспечить более высокую устойчивость к этим нарушениям и так далее. И, возможно, сейчас стоит, ну, в рамках регулирования подумать о какой-то кальке, когда любая, там, условно говоря, цифровая система управления, чем бы то ни было, если это относится к критической инфраструктуре, в том числе моделировалась каким-то образом и тестировалась это и на этапе ввода в эксплуатацию и на этапе последующей эксплуатации и контроля, потому что статических систем не бывает, вносятся изменения, значит, постоянно добавляются, что-то убирается, что-то добавляется, а добавление в информационную инфраструктуру любого нового элемента это новые угрозы и совершенно изменения модели угрозы и так далее. Ну, хорошо, как бы мы тут уже увлеклись, больше пошел. Разрешите два буквально еще слова по этой теме, заканчивая ее про цифровые двойники и киберполигоны. Есть еще два аспекта, про которые мы не проговорили. Первое. Главные инженера и там начальники подстанции, в электроэнергетике, они вообще не верят, что возможны какие-то киберфизические последствия. Поэтому, когда мы им на киберполигоне показываем, что смотрите, вот раз, два, три, и у вас там возникло короткое замыкание, отключилась система, это очень, ну, как бы, хорошо открывает глаза. И второе. Ну, и в этом киберполигоны очень полезны. И второе, вот действительно, сейчас, как мы видим, все больше и больше фиксируется атак на нашу инфраструктуру. Мне кажется, что киберполигоны, цифровые двойники мы можем и должны использовать в виде ловушек для хакеров или deception систем, как это называется. Потому что сейчас мы до конца еще не представляем, от чего нам нужно защищаться. Эта информация для нас, как для исследователей, как для вуза, она закрыта. И вот мы вроде бы исследуем что-то, но сейчас мы как бы как в шахматы сами с собой играем. То есть у меня одна группа там пытается что-то как бы нарушить, другая что-то там защищается, но это все равно мы варимся в собственном соку. Но вот этот цифровой двойник с виртуальными терминалами, виртуальными скадами, где есть цифровой двойник технологического процесса, который релевантные технологические данные генерирует, который реагирует и может отработать эту кибератаку и дать такие данные, которые бы, ну, как бы, были похожи на технологическую аварию, да, мы могли бы фиксировать вот этих вот осло-товарищей там и не только, да, как бы, что они вообще делают и как от этого защищаться. А вот это, это уже требует госрегулирования. Потому что я представляю, что если пойдут в СМИ информация, что там вскрыли там какую-то подстанцию, да, а это оказалось, что там наши студенты цифрового двойника туда выставили, да, как бы в интернет вот с именем там реального энергообъекта, да, какая может быть как бы история. Поэтому здесь вот регулирование безусловно нужно. И вроде бы есть технологии, но мы пока их не можем применить для этого, пока не договоримся с регуляторами, как это правильно делать. Вот есть такой запрос, предложение, готовый вот в этом поработать вместе. Спасибо, Александр. Отдельной темой, которую я хотел бы коснуться, мы сегодня ее уже, ну, скажем так, косвенно затронули, это новые вызовы, которые появляются у разработчиков цифровых решений для управления технологическими процессами с точки зрения, когда дело доходит до применения СКЗ, если кто, афтической защиты информации. Вот вопрос к Александру Бондаренко, так как вот, как мы уже упоминали, любая работа с криптографией это регулируемый вид деятельности, и какие тут новые появятся, скажем так, подводные камни или новые обязанности для разработчиков систем, именно конечных, функциональных. Спасибо. Спасибо за вопрос. На самом деле я, вот, вот, произнесли вопрос, задали вопрос, я задумался, на самом деле, вызовы для разработчиков, да, то есть, я прекрасно понимаю, что для любого человека, который жил, ну, были разработчики вот этих вот информационных технологий, применяемых в электроэнергетике, они жили, не тужили, все хорошо было, а тут приходят безопасники, говорят, надо защищать. А появляются еще люди, которые произносят такие страшные слова, как криптография, да, которые не очень в обиходе, ну, слава богу, сейчас уже просачивается последние лет 10-15 в средства массовой информации такие слова, и люди что делают, ну, первую очередь, да, криптография, не знаю, что это такое, ну, у нас у всех есть смартфоны, да, Яндекс, и там сразу появляются, сразу в первых строчках появляются как бы слова о том, что это очень жестко регулируется, все там разработка, монтаж, все, и люди как бы краснеют, бледнеют, начинают практически падать в обморок, и всячески пытаются от этого открещиваться. Я скажу, что не надо бояться, вот, я присутствовал на одном мероприятии, там, уже, ну, где-то год назад, и там было несколько разработчиков, как раз элементов, ну, там, не могу сказать точно, то есть, каких, то есть там, типа, вот, электросчетчики, там какие-то элементы подстанции, то есть, ну, те, которые обмениваются информацией, и, ну, условно, там было три разработчика, и там четко как бы выделялись как минимум две категории людей, оптимист и пессимист. Значит, вот из этих трех, один был совершенно пессимистического характера, разработчик, он говорил, вот у меня есть мое решение, вот мне дали криптографию, я как бы на нее походил, посмотрел, даже заглядывать внутрь не стал, сразу выписал себе 20 проблем, с которыми я столкнулся, когда я на нее посмотрел, с которыми я столкнулся, когда я подумал, что я ее могу вставить в свое решение, ну, еще там, почитал в интернете, то есть, 20 проблем, вот у меня 20 проблем, держите, пожалуйста, товарищи, разбирайтесь с ними. и был вот среди этих трех, второй разработчик, такой горячий, в эмоциональном смысле мужчина, вот он говорит, мы, значит, развернули, открыли, вставляем, не вставляется, значит, там напильничком подработали, здесь, значит, там батареечку посильнее поставили, встало, да, то есть пошли на полигон, начали испытывать, значит, ну, здесь плохо, здесь хорошо, говорит, сразу там разработчика, говорим, товарищ заработчик, ну-ка давай к нам удаленно мы с тобой взаимодействовать не можем, потому что не сможешь отвечать оперативно на вопросы, вот, устраняй все замечания на месте, ну, и в итоге он там, вот, при тех же самых там позициях, то есть у одного из список вопросов, на которые ему кто-то, наверное, должен ответить, это пессимист, как я сказал, и второй, значит, который, ну, если не сделал, ну, уже там на 99% близок к конечному решению, которое уже там завтра можно будет отправлять в тираж, ну, в одно и то же время две организации получили одинаковые исходные данные, в результате один уже почти на финише, а второй еще даже не стартовал, вот, поэтому, наверное, разработчикам я посоветовал бы не бояться, да, брать людей, профессионалов, интеграторов к себе на борт, ну, или в какие-то партнерские отношения, и тем самым идти к поставленной цели, потому что цель никто не отменяет, как Иван вот правильно сказал, мы живем в той среде, скажем так, и в то время, когда лучше с точки зрения кибератак не будет, вот, а про как бы маленький тезис уже там про вот юридическую историю, да, то есть, одно из проблем вот этого пессимиста было то, что криптография это регулируемый вид деятельности, сейчас, значит, там надо всем, мне надо срочно идти получать лицензию, мне непонятно, как это делать, вот, оптимист сказал, говорит, ну, сейчас, может быть, что-то должно произойти, и все, как это само по себе сделается, ну, и на самом деле, в августе того года было принято изменение в постановлении правительства 313 о лицензировании отдельных видов деятельности, и этот вид деятельности был вынесен из-под лицензирования, соответственно, ну, у того пессимиста один вопрос снялся, но я думаю, он что, не снялся, он поменялся на другой просто, вот, ну, а оптимист, значит, радостно потерл ладошки, сказал, ну, слава богу, вот, поэтому, надо просто идти, правильной дорогой. Спасибо, Александр. Продолжая тему, значит, Александр Мондаренко, Алексей Власенко, я прошу коротко привести несколько примеров тех самых оптимистов, которые либо часть пути, либо прошли этот путь по встраиванию, и, соответственно, имеют на сегодняшний день уже решение со встраиваниями из КЗИ. Ну, на самом деле, действительно, дополню, Александр, есть оптимисты и пессимисты, и мы с этими пессимистами тоже, как вот вендоры, часто сталкиваемся, они приходят, говорят, вот, да, вы сделали классный там из КЗИ, все хорошо, сейчас мы его там встроим, и нам надо идти к регулятору, нам надо получать лицензию, нам, наверное, нужно будет там повесить везде решетки, там, еще что-то там, понаделать кучу всего, чтобы отвечать этим требованиям. Но это не так сложно, как кажется на первый взгляд, и, в принципе, процесс встраивания из КЗИ, он такой, конечно, многоэтапный, но проходимый. Кроме вот самого именно физического встраивания, доработки устройства, и встраивания у него из КЗИ, еще нужно пройти ряд процедур, есть такая процедура, называется оценка влияния, это, ну, грубо говоря, после того, как вы встроили из КЗИ, его нужно показать профильную лабораторию, чтобы она посмотрела, и убедила, что из КЗИ там действительно правильно встроено, используется в соответствии с тем, как это написано в правилах пользования на из КЗИ. Это такой один из основных документов, который сопровождается из КЗИ. Вот. И ряд наших партнеров уже вот дошли до этого этапа, сейчас, кстати, как раз работают с лабораторией, один из партнеров уже, ну, в общем-то полностью прошел весь этот путь, он прошел оценку влияния, получил положительное заключение регулятора на свое изделие, и сейчас уже запустил серийное производство. Это завод «Нартиз» в городе Череповец, они производят шлюз сбора данных с счетчиков электрической энергии, с нашим встроенным из КЗИ, и в общем-то все достаточно успешно. Да, у них тоже были сначала такие пессимистические наклонности, в некотором роде опасения, но они достаточно успешно с ними справились, и, в общем-то, не очень долго по времени, скажем так, они решали эти вопросы. Спасибо, Алексей. Ну, и напоследок вопрос Александру Волошину. Вот вы упоминали в своем выступлении многоэтапную схему жизненного цикла, которая проходит цифровые решения. Понятно, что 90% на рынке людей, которые в случае наличия контроля будут это дело выполнять, в случае его отсутствия просто будут стараться сэкономить, пренебречь затратами, пока каким-то образом не будет выстроена система контроля, причем не в целом, когда принесли красивую коробку, сказали, вот она должна работать, а именно на всех этапах, потому что иначе обеспечить, как мы уже обсуждали до этого, киберустойчивость очень сложно. Вот расскажите вот свое видение с точки зрения отрасли, как вы видите вот такие механизмы контроля, как государственные, так и отраслевые. Спасибо. Да, у нас вообще в электроэнергетике такие механизмы контроля работают уже достаточно давно, то есть есть процедура аттестации, которую компания Россети проводит, где каждое устройство, и вот к этим стандартам организации Россети присоединились на самом деле все остальные крупные федеральные энергокомпании, которые используют этот же подход. Также есть системный оператор Динэнергосистемы, который разрабатывает свою добровольную сертификацию, если Россети это там климатика, вибро, МС, протоколы и так далее, то системный оператор это именно функциональная, прикладная, как бы правильная работа в сложных схемно-режимных ситуациях для этих систем. И вот я чувствую, что к тому моменту, когда будут выработаны такие базовые решения по обеспечению киберустойчивости на всех этапах жизненного цикла, они, соответственно, будут также внедрены в эти процессы. Но также, что я вижу, что это необходимое условие, но недостаточное. Дело в том, что один раз настроив эти процессы, на пять лет про них можно забыть, пока следующая процедура переаттестации не придет. А тем не менее, вот это вот обеспечение киберустойчивости, этот процесс должен быть непрерывно, не так, что вот периодически мы к нему возвращаемся. Поэтому, мне кажется, должны быть, ну, такие регламентированные, что ли, раз в год процедуры, как бы внешнего, внешней проверки путем тестов на проникновение и так далее. И вот с этим надо работать, потому что тут действительно, с одной стороны, это очень эффективное средство, с другой стороны, дорогостоящее. И если мы говорим про там исследовательские центры, центры разработки или производственные компании, здесь как бы один объем рисков, да, если мы это говорим про уже энергообъекты, которые находятся в эксплуатации, там во многом такие вещи недопустимы, но каким-то образом все равно вот этот вот аудит проводить надо, и этот аудит должен проводиться внешними организациями. Что вот, как я уже приводил пример, когда ты сам с собой играешь в шахматы, как бы ты побеждаешь и за черных, и за белых, да, когда играешь. Поэтому здесь вот, что я вижу, что вот такие вот механизмы внешних проверок нужно предусматривать. И скорее всего, вот для объектов, находящихся в эксплуатации, вот такой вот механизм внешней проверки нужно было бы, наверное, проводить на цифровом двойнике. То есть когда мы получаем конфигурацию этих устройств полностью, да, как бы и сетевых, и контроллеров, и скада систем, формируем этот двойник, который однозначно также ведет себя как реальный объект, и на нем проводим этот вот аудит. Но это скорее такая перспективная технология, технология будущего, конечно, такого пока не существует, но мы как отрасль, да, к этому двигаемся. В частности, вот сейчас системный оператор обсуждает с производителями микрофессорных устройств о необходимости предоставления цифровых двойников, верифицированных производителем. Для вот, ну, они там для других задач, да, это в первую очередь применяют для прикладного функционала, но, как я вижу, что в целом, как направление, как бы это вполне возможно. Вот мы, по крайней мере, исследования в этом направлении проводим. Спасибо. Спасибо, Александр. Вот тут я... Да, пожалуйста. Я по поводу достаточно болезненного вопрос, который здесь был поднят только что, относительно процедуры оценки корректности встраивания. Значит, ну, все знают, что это явление появилось тогда, когда появились первые требования, это где-то в 2010 году, помните, я еще их подписывал, самые первые. Вот. И тогда, ну, казалось, что это будет достаточно легко, а сейчас выясняется, что, вот я недавно проходил в прошлом году оценку корректности встраивания железяки, шифрующие, да, в IP-режиме, значит, в планшет. И это заняло порядка года, значит, процедура, и стоила она порядка 6 миллионов. Вот. Только за то, чтобы вот провести эти исследования, при этом была не гостайна, подчеркиваю. И вот здесь я хотел бы подчеркнуть один момент, уже на собственном опыте, как говорится, сам вел, а теперь сам покушай. Вот. Значит, все дело в том, что очень часто завышают уровень. Ведь есть КЦ, КЦ-1, КЦ-2, КЦ-3, есть КБ, есть КА. И если вы будете аттестовывать по КА, то это вам полный спектр удовольствия, вот как в моем случае. То есть, это пришлось там проводить исследование, значит, побочек всех, да, наличие там ключевой информации в канале и так далее, и так далее. Понимаете, это действительно очень дорого. Но если вы ставите КЦ-1, то там очень мало чего. Там два месяца максимум. И стоит это совсем другие деньги. Поэтому я к чему? Потому что вот к средствам-то техническим и технической связи нужно подходить очень аккуратно именно с вот этой точки зрения. Если вы программную реализацию туда только вставляете, зачем вы туда тянете КБ, например, и тут, ну вот, к сожалению, это, видимо, мы будем обсуждать на Роскрипто, значит, относительно того, как понимать требования КЦ-1, КЦ-2, КЦ-3, вот эти вот, КБ, КА, и что они вообще, говоря, означают. Ведь если в них вчитаться в том виде, в котором они сейчас уже есть, ну, впрочем, и тогда, с самого начала тоже так было, другого просто опыта не было, то это технические требования. Вот вчера это очень хорошо обсуждалось, что технические требования невозможно объяснить руководителю. Ну, понимаете, вот невозможно объяснить, чем отличается там один, одна лаборатория от другой, одна лаборатория у Шпаны, другая лаборатория у, так сказать, этих самых, объединенной преступной группировки, да? Ну, попробуй, объясни, что там. Отвечая на ваш вопрос, единственное, я хочу отметить, что в целях индустриальных задач, ну, чаще всего, уровень КС-3 является как бы максимальным в объеме требований, и чаще всего речь идет все-таки о КС-3. В ряде случаев. А зачем? А зачем? Ведь что такое КС-3? Вот, один из ярких примеров, когда мы использовали КС-3, это система, где, значит, закрывалось все, в том числе рабочее место, это паспортная система. Вот, ЗАГСов, система ЗАГСов. Это 10 тысяч рабочих мест по стране, значит, соответственно, 10 тысяч пользователей, и главная проблема, которую КС-3 решает, на самом деле, на самом деле, это то, что тот, кто ей пользуется, потом не может отказаться, потому что там стоит датчик, там, и его всегда можно, и все это журналируется в неизменяемом виде. Вот, и тогда это всем становится понятно. Мы, собственно, так и объясняли, зачем, нам тоже говорят, зачем вам КС-3, давайте поставим КС-1, и потому что раньше там был КС-1, и какой-нибудь тракторист запросто выписывал паспорт левый. Александр Павлович, я извиняюсь, мы просто, я готов как бы обсудить этот вопрос отдельно, есть в электронерегетике часть задач, которая действительно, ну, с моей точки зрения, оправдана, требует КС-3, давайте мы просто обсудим, просто чтобы не, у меня был еще один вопрос с участником сети, если не возражаете, извините. Я просто акцентировал, что нужно очень аккуратненько подходить к уровню, это тянет за собой вот ту самую проблему, о которой было сказано. Согласен. Можно пару слов в защиту лабораторий специализированных и регулятора. Да, первый раз, конечно, всегда сложно, и, в общем-то, и лаборатория тоже учится, когда первый раз приносят подобные изделия на подобную процедуру, но, как показывает практика, потом это все-таки становится менее болезненно, и регулятор тоже, он, конечно, консервативен, но он все-таки смотрит на то, что происходит в мире, и старается как-то гибко реагировать, вот в частности, Александр говорил о том, что, например, там вносятся изменения в ключевые постановления правительства, в том числе о лицензированных видах деятельности и так далее. То есть здесь, на самом деле, работа такая обоюдная, на встречу друг другу идет. Спасибо, Алексей. Иван, возвращаясь к вашему вопросу об оправданности вашего приглашения в сессию, вот я бы хотел сделать легкую подводку от выступления Александра Волошина по поводу необходимости контроля жизненного цикла отраслевых систем. В ряде стран аналоги отраслевых центров ГОССОПКО, они все-таки имеют более широкий функционал, чем текущий базовый функционал НКЦКИ, связанный именно с отраслевой спецификой и с необходимостью поддержания киберустойчивости и так далее. Возможно, объединяя усилия отраслевых специалистов и те задачи, которые решаете вы, мы могли бы пойти по тому же пути, вырабатывая определенные требования именно для отраслевых уровней. Спасибо. Спасибо за вопрос. На самом деле вопрос не в бровь, а в глаз, что называется. Сейчас активно. Но давайте опять же отраслевые центры кибербезопасности. Это такой более широкий вопрос. Здесь нет представителей ФСТЭКа, которые бы в своей части могли бы на него ответить. Поэтому я только в рамках ГОССОПКО буду отвечать. Что касается отраслевых центров ГОССОПКО, то им быть это точно совершенно. Вчерашний вопрос, моя ремарка о том, что у нас по сути нет отраслей в Российской Федерации, он остается при этом верным. Потому что их нет. Неважно. Хорошо. Мы прислоним эти центры к отраслям каким-то там сферическим, так сказать. Но неважно. Сумеем мы справиться с этой задачей. И действительно, что касается центров ГОССОПКО, есть у нас сейчас, повторюсь, может быть, не все вчера присутствовали, есть сегодня у нас корпоративные центры, сегодня есть ведомственные центры, ГОССОПКО. Иногда это практически одно и то же. Неважно. Сейчас это все эволюционирует потихонечку. Мы смотрим, как это все работает. И, безусловно, мы очень заинтересованы в отраслевых центрах. Значит, смотрите, здесь какая ситуация. Действительно, мы сейчас выпускаем свои аккредитационные требования, но учет специфики, это вот та самая дельта, которую мы оценить при всем желании не можем и не сможем никогда. То есть, я не буду являться, де-факто у нас 14 отраслей КИИ, ну или областей деятельности, как их можно назвать еще, они не все отрасли. Очевидно, что ни я, ни мои сотрудники некомпетентны в одинаковой мере во всех этих 14 отраслях. Безусловно, нам нужна поддержка. И мы видим минимум полезности этих отраслевых центров как раз в закрытии вот этой дельты. Что касается максимума, то, например, если электроэнергетика или энергетика в целом, банковская сфера, ну то есть, давайте скажем, все-таки более-менее небедные области деятельности отрасли, могут себе позволить собственные компетенции в области обеспечения безопасности своей, в частности, противодействия компьютерным атакам, то, например, такие отрасли, как образование, медицина, они, к сожалению, на... ну, исторически так сложилось, да, ну и вообще, мы все прекрасно представляем, что у них нет таких денег, у них нет таких возможностей, и мы видим как раз вот в этих отраслях полезность отраслевых центров, что он в том числе будет и все боевые функции там соков в том числе там выполнять вот, для, соответственно, регионов, так сказать, вот, ну, то есть такая территориально распределенная должна история случиться, ну, на мой взгляд, опять же, иначе, вот как сейчас у нас, да, мы имеем возможность наблюдать, это два экстремума, это, значит, ответственные за взаимодействие с НКЦКИ в региональные, условно, или горбольницы, да, это либо главврач, либо санитар, то есть вот третьего не дано, вот, понимаете, да, ну, и тот, и другой, он не в состоянии справиться с этими задачами, поэтому все-таки история вот такая, да, отраслевые центры быть, они уже заложены в нашу готовящуюся нормативку, вот, поэтому осталось дело за малым, мне пока никто не показал пальцем, а вот, смотри, вот этот человек, вот он знает все, это дельту, и тебе расскажет, ну, или, по крайней мере, сделает вид, что полностью компетент, вот пока я ни одного такого человека увижу, просто расцелую. Спасибо, Иван, ну, и на этой оптимистичной ноте предлагаю законченную сегодняшнюю сессию. АПЛОДИСМЕНТЫ, АПЛОДИСМЕНТЫ, укрепления. Т bzw. Продолжение следует...